7 эффективных ритуалов бодрого утра. Приветствую, друзья! На связи с вами Ольга Вараванова и в этом видео я с удовольствием хочу с вами поделиться семью способами начать свой день правильно, чтобы день был результативным, эффективным, приятным, чтобы утро было по-настоящему бодрым и чтобы в течение дня все, что хотелось, у вас складывалось наилучшим образом. Итак, что нужно делать для того, чтобы день произошел действительно классно, бодро, результативно. Итак, с чего нужно начать? Когда вы только-только просыпаетесь, когда вы только-только продираете глаза и может быть мозг у вас еще не проснулся, но то, что нужно сделать, это вывести свое тело на свежий воздух. Если есть возможность, выходите во двор, если вы живете в многоэтажке и по какой-то причине не можете выйти на улицу, нет у вас частного двора, то открывайте окно, если есть возможность и есть у вас балкон, выходите на балкон и несколько минут, 5-10 минут договоритесь с собой, что хотя бы на минутку высунете свой нос на свежий воздух и вы увидите, насколько это будет тело, вам будет благодарно, потому что вот эта утренняя свежесть, она ни с чем не сравнима. Если вы идете на у, если вы идете на кухню, в душ, душ, конечно, тоже это хорошо, это неплохо, после до сна нужно смыть себя то, что накопилось за ночь, но свежий воздух это идеально, то, что я сама применяю и точно знаю, какой контраст. До того, когда ты сонный, только выходишь на балкон и вдыхаешь вот эту утреннюю свежесть, когда у меня там кружат стрижи, когда вокруг еще абсолютная тишина и поют только птицы, и ты вдыхаешь вот этот утренний свежий воздух, у тебя уже наступает вот этот кайф от утреннего пробуждения, это первое, что нужно сделать. Второе, что нужно сделать, хотя я бы даже не сказала, что из этого является первым, потому что первое, что я делаю, когда еще только-только встаю с кровати, это чистая вода, это наполнение себя вот этой живительной влагой, когда, ну вот это пробуждение организма, я даже не могу это тоже передать, но это работает, вы чувствуете, как вот эта вот чистая вода, она наполняет каждую клеточку вашего организма, это прям можно, когда ты себе вот это представляешь, не кофе, которое действует на самом деле не так уж полезно на наш организм и не так уж и бодро, как ты чувствуешь себя после того, когда ты пьешь чистую воду с утра, пол-литра, желательно тепленькой водички, но если да, теплая, как бы возле себя на ночь ты не поставишь, может быть зимой удобно термос поставить, я так тоже делала, кстати, очень удобно, но ночью я так пила теплую воду, когда просыпалась и утром, то хотя бы прохладная вода, чистая, вот поставьте ее с вечера, подготовьте и выпейте, и после этого на свежий воздух, так что первое, это все-таки чистая вода, и после того, когда вы проснулись на свежем воздухе, вдохнули эту утреннюю прохладу, когда вы насытились водичкой, после этого пробуждаем тело зарядкой, не какой-то там динамичной супер эггей, динамика, а фишка заключается в том, чтобы делать то, что хочется твоему телу, вот когда маленький ребенок просыпается, может быть у вас это тоже есть, и вы это делаете, когда только пробуждаетесь, мы делаем что? Потягушки, вот и после первого утреннего, да, свежего вдоха, делайте утреннюю зарядку, даже круто ее делать прямо на балконе, если на улице, значит на улице, но делайте, начните не сразу с каких-то динамичных упражнений, а начните с потягушек, тянитесь не просто вверх руками, а понаклоняйтесь, вы чувствуете то, что хочет ваше тело, и делайте до того момента, не когда мозг думает, а уже хватит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, все, хватит, нет, а чувствуйте, хочется тянуться, тянитесь до тех пор, пока, пока тянется, да, пока хочется именно голову туда наклонить, пока хочется именно к этой ноге потянуться, потому что организм знает, где у него какая-то такая заблокировка, да, произошла блок какой-то, именно вот этими гибкими упражнениями вы запускаете вот этот нужный, нужный ритм для своего тела, и после этого, конечно, вот массаж головы очень круто делать, чтобы улучшилось кровообращение, лицо проминать, и вот так вот все вот эти вот круговые движения, все суставчики обязательно их выполняем, крутим отдельно кисточки, отдельно локти, отдельно коленки, отдельно щиколотки, все вот это вот прокручиваем, чтобы суставчики заработали, и водичка нам прошла туда, куда нужно. Следующее, после того, когда мы пробудили тело зарядкой, я делаю и рекомендую, конечно, вам, это медитация, это очищение своего, так сказать, духовного тела, да, это гармонизация, это соединение с Высшим Я, это соединение с пространством, со Вселенной, это обмен энергии, это запуск своей внутренней энергии, то есть утренняя медитация, это пол. И после того, когда помедитировали, когда сгармонизировались, когда у вас светлый разум, я перехожу к написанию аффирмаций. Аффирмации это положительные утверждения, которые вы хотите, чтобы стали реальностью в вашей жизни, все очень просто. Я с удовольствием общаюсь с людьми и получаю такой-то результат. Сегодня мой чек такой-то, за этот месяц я получаю такой-то результат, то есть вы прописываете то, что хотите, чтобы материализовалось в вашей жизни. Вы пишите себе 5-7 утверждений в позитивном ключе, обязательно прописывайте, чтобы это, что вы хотите, чтобы это произошло именно во благо, во благо всем, кому это касается, чтобы никто не пострадал, потому что вы такую реальность сформировали, и получаете долгожданные результаты. То есть у вас уже формируются те образы, которые, вы формируете те образы, которые хотите, чтобы произошли в вашей жизни. Не зря говорят наши мысли материальные, наши образы, наши представления. Тот, кто чего-то боится, у него это и происходит. Тот, кто о чем мечтает, у него это и происходит. Конечно же, это нужно совмещать с правильными действиями. Это как раз следующий пункт, плавно я к нему и перешла. Это то, что после того, когда ты прописал аффирмации, у тебя уже не время планирования. Время планирования у тебя должно было быть вчера, а сейчас у тебя время действий. И после аффирмации ты переходишь к выполнению конкретных действий, которые у тебя запланированы со вчера. Вот так все просто. И самое главное, начать действовать, не думать, что бы тут полегче сделать, а сделайте именно то, что ведет вас к результату. Вы будете наслаждаться вот этим своим достижением, тем, что вы это сделали. Вы это сделали уже ранним утром. Желательно это сделать до 8 утра, когда весь мир только просыпается. Сделайте то, что вас ведет к результату до 8 утра, и вы будете кайфовать от этого весь день, до самого вечера. Вечером вы записываете себе следующий план и с утра его выполняете. Я вам желаю бодрого утра, результативного дня. Действуйте, делайте то, что я вам рассказала. Это 100% работает, мной проверено множество раз. Сама так делаю и наслаждаюсь жизнью. Всего вам доброго. Если видео полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, где вы увидели это видео. И до встречи в следующем полезном видео. Пока-пока. Пока-пока.